Ну что, тогда начнём. Всем добрый день. Представлюсь для начала. Меня зовут Рязанов Игнатий Дмитриевич. Я ветеринарный врач. И давайте будем говорить правильно. Я не герпетолог, потому что у меня нет биологического образования. Я ветеринарный врач, практикующий с рептилиями. Вот. Сегодня мы будем говорить о такой теме, как наркоз. Спойлер, это не совсем верный термин. Мы будем, наверное, чаще использовать слово анастезия. Вот. Но об этом несколько позже. Еще немного познакомимся. Я имел честь выступать на рептилиями в двадцать первом году. Это было в Санкт-Петербурге. По причине того, что я, собственно, как врач, как специалист, вырос и сложился в Санкт-Петербурге. Я работал в визиолайной клинике доктора Сотникова с 2015 года. Ну, также меня могли видеть в зоомагазине Замах. Я тоже имел честь там поработать. Вот. Итак, что такое наркоз в переводе с греческого? Сложные там буковки я на греческом не читаю. Переводится как «онемение» или «оцепенение». Вот. На данный момент это считается устаревшим термином. И обычно сейчас врачи во всей литературе, особенно в зарубежной, а мы преимущественно читаем зарубежную литературу, потому что то, что ребята там уже делают, мы об этом только думаем, а они это уже давно делают. Как правило, в этом плане ветеринария в России, она такая вторичная. Мы пытаемся догнать успехи наших зарубежных коллег, но вот с последними годами, я думаю, что у нас начинает хотя бы это получаться, потому что сейчас становится все больше и больше специалистов. И сейчас в одной только Москве, в крупных городах, там в Санкт-Петербурге, можно насчитать уже десятки специалистов, к которым можно обратиться. Вот. Если вы не знаете, есть на рептилии именно данном стол, рептодиет, по-моему, С-34, можете подойти, там кучка ветеринаров, которые, собственно, занимаются лечением гаденышей, которых вы здесь приобретаете или продаете. Вот. Давайте поговорим о терминах, немного договоримся, о понятиях. Что такое анестезия? Это тоже не наше слово, само собой. Переводится как нечувствительность, если дословный перевод. Она бывает общая или местная. Что такое седация? Я буду говорить такое слово, как седация. Вот мы там седируем животное, мы ввели животное в седацию. Седация — это успокоение. Это применение какого-то метода, может быть, физического, может быть, химиотерапевтического, для того, чтобы животное у нас успокоилось. И для этого есть две основные цели. Точнее, у седации преследуются две основные цели. Первое — это чтобы животному было комфортно, чтобы оно не переживало, что с ним будут делать некоторые манипуляции. Возможно, не совсем приятные. И второе — это чтобы было удобно специалисту. Что из этого важнее? Вопрос хороший. Ещё вы услышите такое слово, как анальгезия. Наверное, вы слышали препаратом анальгин и так далее. Это по большому счёту обезболивание. То есть введение какого-то препарата для того, чтобы снизить или выключить болевую чувствительность у животного. Что ещё хотелось сказать? Есть понятие общая анестезия и местная анестезия. Вот местная анестезия — это такая штука, ее можно, наверное, как синоним сказать местная анальгезия. Потому что, по большому счёту, мы выключаем местную чувствительность к каким-то препаратам. И животное при этом остаётся в сознании. То есть у него нет угнетения сознания, оно не в состоянии сна какого-то. При этом местное оно не чувствует то, что мы там с этим делаем. Седация. Ещё раз. Это комплекс медикаментозных или немедикаментозных средств, предназначенных обеспечить физический и психический комфорт пациента. Ну и спойлеры врача тоже. Потому что, если, допустим, мы работаем с каким-то крупным или опасным или ядовитым животным, или это просто какая-нибудь крупная самка, черепахи, мы должны с ней что-то сделать. Черепаха спряталась, она не даёт нам себя достать из панциря. И нам приходится вводить животному какой-то препарат или что-то с ним делать, чтобы мы могли вообще иметь возможность с животным что-то сделать. Потому что иначе она этого не даст. Вот на фотографии производится секс-проба, то есть определение пола у огненного сцинка. Во-первых, это маленькое животное, которое очень легко сломать. Достаточно сделать вот так, то есть сжать его в кулачке. Во-вторых, это сцинк. А сцинки имеют свойство как аутотомия своего хворста. А не все ящерицы этим обладают, сцинки этим обладают. Поэтому если мы вот так вот подёргаем его за хвостик, он в какой-то момент его отбросит. По большому счёту для организма в неволе это не сильная потеря, но тем не менее косметический дефект как минимум. Поэтому для того, чтобы нормально определить пол, положить животное на спину, мы использовали газовый наркоз в качестве сетативного средства. Использовали просто его маски. И таких случаев и примеров можно приводить много. Обычно для сетации используются какие-то лёгкие анестетики. Это может быть газ в случае с ящерицами, в случае особенно с гекконами, с частым пациентом в ветеринарной клинике, как и у Глифа. Геккон с истинными веками. Этим животным сложно давать какой-то неэкспортный препарат. Поэтому используется газовая анестезия, которая в принципе достаточно легко входит в организм животного и также легко его покидает через лёгкие. Дальше. Есть такой нюанс. Вчера Евгений рассказывал про крокодилов. Прекрасная была лекция. Я послушал с удовольствием. Есть такой метод. Я о нём тоже ещё упоминал недавно. О лекции. Как вызов лазовагального ответа. Что это такое в двух словах. Если мы ящерицы или крокодилы, используется это в основном у них. Если мы додавим им на глаза, то животное снизит частоту сердечных сокращений, снизит частоту дыхательных движений и снизит свою двигательную активность. То есть оно успокоится. Этот эффект может длиться до 40 минут. То есть наша задача, это может быть просто пальцевое нажатие. В критических случаях обычно всё-таки это используют у опасных животных. У крупных ящерцев или у крокодилов. Вы могли об этом слышать где-то в каких-то художественных фильмах на самом деле. Я об этом слышал давно где-то в каком-то фильме. Но потом прочитал какую-то умную книжку и понял, что действительно такое есть. Это не обман. Тем не менее, мы можем обойтись. Чем удобен метод? Мы метод введения каких-то химических препаратов в организм. А это безусловно. Ну, что-то лишнее в организме. Поэтому мы к этому прибегаем. Только когда к этому есть какие-то предпосылки, есть повод, есть обоснование, грубо говоря. То есть не будем делать это просто так, ну, потому что можем. Типа, а что бы водитель заплатил? Вот. Как-то происходит технически. Например, я, скорее всего, накладывает легкая давящая повязка на область глаз и создается небольшое давление в области, собственно, наших глаз у животного. И все это дело заматывается. То есть помимо этого еще может накладываться просто эффект того, что бывает, животное успокаивается просто, когда ему закрывают глаза, потому что оно как будто оказывается в темноте. Я врага не вижу. Иногда это помогает. Но спойлер не всегда. Вот. И такая штука, к сожалению, обычно не проходит со змеями или с ящерицами. С змеями вообще все неоднозначно. Это отдельный вид каких-то космических существ. Дальше поговорим об анальгетии. Повторяюсь, это обезболивание. Вот. Что это такое? Это уменьшение болевой чувствительности, в том числе избирательное, когда другие виды чувствительности не затрагиваются. То есть вы понимаете, да, что у нас есть множество разных рецепторов в организме. Они могут быть на коже, они могут быть в органах чувств и так далее. Так вот наша задача выключить именно рецепторы, которые затрагивают боль. Вот. И, как правило, это с помощью каких-то фармакологических или нефармакологических методов. Так же, как с седацией, мы можем использовать либо какой-то препарат, либо какой-то метод фиксации, не знаю, укрытия пеленкой, вазовагальный ответ и так далее. Почему здесь изображен, собственно, сушеный мак? Потому что, к сожалению, рептилии такие ребята, у которых с препаратами все очень неоднозначно. И у них до сих пор проводятся исследования. К сожалению, они далеко не на всех видах. Вот. И, к слову, вот, допустим, хамелеон, да, тот же еминский, очень популярное животное. Но, к сожалению, если вы залезете в литературу, вы не обнаружите ни одного исследования на хамелеонов об обезболивании. Есть другие виды. Если интересно, есть статья от, по-моему, с сентября или октября 2022 года. То есть, она относительно свежая. Это обзорная статья, хорошая, по опиоидным анальгетикам и нестероидным противовоспалительным средствам. Собственно, там собран, наверное, весь материал, накопленный за все предыдущие года по обезболиванию рептилий. И вот там, по-моему, хамелеонов вы тоже не найдете. И это еще, ладно, ну, вот, это один вид хамелеон, хотя это очень популярная ящерица. Хотя хамелеонов держат не только еминских, но и пантеровых. И я к чему? Это еще такая отсылочка к тому, что доказательная медицина, у нас, к сожалению, мы стараемся к ней прибегать, но, к сожалению, она работает не всегда. Зачастую нам приходится экстраполировать какие-то данные с других видов. Бывает, что даже с других, более крупных таксонов, потому что у нас просто может не быть каких-то исследований. Нам приходится, грубо говоря, экспериментировать. В этом плане поймите ветеринарных врачей, к которым вы придете, если они вам говорят, что вот так и так мы там что-то не можем сделать и так далее. Скорее всего, они вам не врут. Действительно, мы еще очень мало знаем о рептилиях, а еще меньше знаем о работе препаратов на них. Так вот, почему здесь мах? Потому что опиоидные аналитики, они неплохо так преследованы на этих животных и они достаточно хорошо работают и в плане системной анастезии, ой, анастезии, обезболивания, то есть выключение есть мюд, дельта, каппа, опиоидные рецепторы при выключении вот каких-то из них, вот, мы можем добиться нужного эффекта. Есть разные препараты для этого, вот, я не буду вдаваться в фармакокинетическую, фармакодинамику, вот, но, в общем, какие-то препараты у нас есть. У нас есть определенный набор средств, который мы можем использовать все-таки для того, чтобы хоть как-то обезболить животное. Обычно все-таки об этом имеет смысл говорить, когда у животного там какая-то серьезная травма, или она после операции, или у него там какое-то серьезное системное поражение или ожог, вот. Также у них достаточно хорошо работает, а нет, об этом несколько позже. Что касаемо нестероидных противовоспорядительных средств, к сожалению, они хорошо работают у млекопитающих, испытал это на собственном опыте, вот. Но они очень плохо работают именно как обезболивающее средство у рептилий. То есть у НПВС, нестероидных противовоспалительных, у них есть основных эффектов, наверное, два, да, что они обезболивают и они снижают воспаление. Они как бы смежные эти эффекты, один зависит от другого, снижаем воспалительный ответ, мы снижаем боль. Так вот, у рептилий, они, к сожалению, не вызывают какого-то эффективного обезболивания. Зачастую, конечно, НПВС назначается профилактически, но не факт, что это поможет. Вот. Хотя есть исследования, где пишут, что субъективно, там, на взгляд специалистов, которые проводили исследования, животному становилось либо раньше лучше, либо оно чувствовало себя лучше после операции в какой-то период. Местная анестезия. Местные анестетики это, на самом деле, наша палочка-выручалочка, потому что они действительно работают в рептилии очень хорошо, используются разные анестетики. Они как могут использоваться? Они могут использоваться как просто местно накладываться, допустим, вот есть амфибия, я бы с амфибиями пока на вы, но тем не менее, так же, как и анестетики, иногда у амфибий и у животных, у которых хорошее всасывание с кожного покрова, мы можем развести какой-то препарат в каком-то инертном геле, допустим, геле от УЗИ, намазать животное, и животное с помощью кожи получит этот препарат, он всосется в кровь и будет действовать. Вот, то есть методы есть разные. Потом, мы можем использовать местно препараты обкалывать там место раны. Именно я сейчас говорю только об анальгетиках. Вот, мы сейчас не говорим про обкалывание антибиотикам рам и так далее. Это отдельная совершенно тема. Вот, также мы можем использовать местные анестетики как региональную анестезию. То есть мы можем уколоть в определенный нерв, чисто теоретически. По крайней мере, у млекопитающих это очень хорошо развито. У рептилий это развито несколько хуже в силу того, что мы еще не в совершенстве знаем их анатомию. и надо отдать должное. Не каждый врач в совершенстве знает анатомию. Здесь все упирается в то, что животных слишком много и даже от вида к виду анатомия может очень сильно разниться и физиология. Поэтому там то, что мы делаем с бородатой гаммой не подойдет в работе с хамелеоном. И если мы пытаемся там сделать региональную анестезию какого-то нерва бородатой гамме, условно даже в теории, вот, подойдет для другого животного. Я уже молчу про змею, у которой лап нет и про черепапу, у которой есть панцирь. Вот. Но достаточно эффективно себя проявляет. Она слышали, наверное, про такой способ обезболивания, как эпидуральная анестезия, да, когда мы колем какой-то анестетик, он может быть местный, может эпилоид, вот, используется широко у людей, у млекопитающих ветеринарий, там, кошек, собак, других животных, вот, и он попадает в эпидуральное пространство, ну, и, грубо говоря, воздействует на участки спинного мозга и тем самым выключает, там, болевую чувствительность. Аналог этого, так сказать, метода, он используется очень эффективно и давно у черепах, вот фотография слева, только называется это несколько по-другому, потому что в силу строения рептилий у них нет эпидурального пространства, которое есть у нас с вами и у млекопитающих, у братьев наших меньших, вот, и это называется спинальная или нейроаксиальная анестезия, вот, относительно недавно стали появляться статьи буквально пару лет назад об использовании аналогичного метода у бородатых драконов, бородатых агам, также начинают использоваться эти препараты потихонечку, вот, и пока исследований немного, их, наверное, всего три, там, три статьи, что-то там 20-го, 21-го, 22-го года, там используют также лидокаин, используют бупелокаин, который тоже хорошо работает у рептилий, используют лидокаин вместе с морфином, вот, и пока многообещающие результаты, посмотрим, куда это все дело приведет, вот, мы с нашей стороны тоже думаем, что-то тебе лучше обставить, пытаемся как-то тоже экспериментировать, вот, ну и, собственно, опираясь на уже описанную литературу, пытаемся научиться с этим методом и проводить такую же анестезию для того, чтобы эффективнее обезболивать животного, и лучше мы обезболили животному лучше, мы не всегда можем понять, здесь еще есть такая проблема, надо было, наверное, об этом сказать пораньше, что с болью рептилий тоже все очень сложно, у них точно выделяют амцицепцию, то есть передачу импульса, ответа от раздражителя в нервную систему, вот, но само понятие боль у них как бы под вопросом, действительно ли им больно, или они просто на это реагируют и так далее. И уровень чувствительности тоже под большим вопросом, потому что считается, что он, ну, болевой порог у них гораздо выше, чем у тех же собак, а у собак он раза в четыре выше примерно, чем у человека, вот, то есть в принципе мы подразумеваем, что боль они чувствуют, просто скорее всего болевой порог у них гораздо выше. Надо полагать это так, потому что иной раз животное приходит на прием, и оно в таком состоянии, в котором, ну, кошка или собака, я молчу про человека, ну, просто животное уже бы не жило. То есть в таких состояниях млекопитающие не выживают. Рептилии в этом плане, ребята дубовые. Опять же, есть виды более, там, условно хрупкие, есть более стойкие, но тем не менее, они в целом более устойчивы. Но при этом у нас нет в голове такого, что, ну, мы просто дадим анестезию, оно не будет двигаться, оно будет все чувствовать, и, ну, мы просто как-нибудь что-нибудь разрежем, нет. Мы пытаемся сделать все для того, чтобы животному не было больно. Этот подход называется мультимодальная анальгезия. Мы используем разные подходы для того, чтобы суммировать разные эффекты. То есть мы можем использовать и НПВС, да, с учетом того, что они могут и не работать. Мы можем использовать опиоидные анальгетики. Допустим, один опиоид, он вырубит один тип рецепторов, другой опиоид вырубит другие два типа рецепторов, и у нас в итоге вырубятся все три типа рецепторов, и отлично. Мы можем использовать диссоциативные анестетики, которые вырубают передачу импульса, там, в спинном мозге. Мы можем использовать местную анестезию, мы можем использовать нейроаксиальную анестезию. И если мы все это сделаем, ну, если у нас есть на это возможности технические, как минимум, и в силу, там, размера животного, то мы, скажем так, максимально подготовимся к тому, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Вот. Но, к сожалению, даже с этим мы не можем точно сказать, что, ну, тебе не больно было. Мы только это помогаем, но так работает во всей ветеринарии. И если популяризация присуща, млекопитающим, они могут там помяукать, могут полаять, могут поскулить, то по рептилии, к сожалению, мы никак не поймем. Вот. Змея даже нам глазки не закроет никак. Хотя некоторые, ну, есть, понятно, есть вынужденные позы, есть какие-то нюансы, по которым мы можем понять, насколько больно или вообще больно ли животному. Ладно, двигаемся дальше. Что такое общая анестезия? Общая анестезия, собственно, и есть тот самый наркоз, грубо говоря, общий. Ну, вот операция, там, под общим наркозом. Она подразумевает собой выключение сознания, погружение животного в сон. Господи, слово забыл. Подключение памяти, как называется? Амнезия, да. Амнезия подразумевает то, что животное или человек не помнит, что с ним происходило в период, когда он был. То есть это не в смысле, что потом он не вспомнит, кто он такой. Вот. Хотя действительно, анестетики на человеческий мозг — это отдельная тема, и не каждый раз накладывают свой след на это. Вот. Но, опять же, в человеческую медицину не хочу даже сейчас вдаваться. Если кому-то интересно, почитайте. Сейчас, я думаю, очень много информации можно найти в интернете, в открытых источниках. Собственно, дальше подразумевается собой анальгезия — то же самое обезболивание. Вот. Меорелаксация — то есть расслабление групп мышц. Потому что если мышцы напряжены, это будет больше проблемой для животного и для хирурга. И последнее — это выключение некоторых рефлексов. То есть некоторые рефлексы, они все-таки останутся и будут действовать, потому что нервная система, она все-таки еще у нас жива. Вот. Но некоторые рефлексы у нас выключаются. По этим рефлексам мы до них еще дойдем. Мы можем как-то контролировать анестезию и понимать вообще, что у нас с животным происходит. Оно в наркозе, оно не в наркозе, или оно уже там чересчур в наркозе, или оно уже из него выходит и так далее. Когда это используется? Собственно, общая анестезия нам нужна, когда нам нужно провести полноценную хирургическую операцию. Самый яркий пример, наверное, это вот какая-то полостная операция. В данном случае самка емельского хамелеона с кистозными образованиями в области целома на яичниках. Вот. То есть это две такие штуковины, заполненные жидкостью, которых там быть не должно. То есть наша задача туда зайти, разрезать животное, достать эту штуковину, удалить, зашить животное и вывести животное из наркоза. Понятное дело, что если мы будем делать это все на живую, во-первых, животное нам не даст это сделать, но хорошая фиксация, да, как говорится, исключает необходимость сдачи наркоза. То есть, как говорится, хорошо зафиксированный пациент с наркозом не нуждается. Вот. Но это, надеюсь, все-таки шутки. Хотя хочется верить, что это все-таки шутки, потому что иногда всякое, слышишь? Вот. Но тем не менее, животное должно быть в расслабленном состоянии, оно должно давать возможность с собой что-то делать. Вот. Тогда только у нас что-то получится. Если животное у нас все время крутится, вертится, есть риск того, что мы просто что-то случайно отрежем не так-то, повредим какой-то сосуд. Об осложнениях чутка попозже. Дальше. Ага. Виды анестетиков. По большому счету, они делятся на инъекционные, они делятся по методу, по пути введения в организм. Либо это инъекционный анестетик, то есть мы вводим его в форме инъекции. Это может быть внутривенное введение, может быть внутримышечное. И либо это газовая анестезия, она же ингаляционная анестезия. Как правило, она такая поэтапная, то есть масочно мы можем использовать газовую анестезию в качестве седации. То есть мы немножко дали животному подышать, оно срубилось, оно еще дышит само, но оно дает нам хотя бы что-то сделать. Такой метод, собственно, и был использован на фотографии со сцинком огненным, который лежал там у нас к верх ногами. Вот. В данном случае, собственно, змея. Не скажу какая, я не помню. Крупная змея. Масочно. По-моему, да. Но вот я не уверен, что все-таки это анаконда. Мне кажется, это просто какая-то морфа удала. Вот. Не суть. В общем, на левой фотографии для вас используется это внутривенное введение, собственно, тропофола. Это гипнозик ультракороткого действия, из человеческой медицины, взятый позаминственно. Он сейчас эффективно применяется в ветеринарии собак и кошек. Вот. Хорошо применяется у черепах для каких-то коротких манипуляций, потому что у черепах относительно несложный венозный доступ. И если у нас не получится зайти с хвоста, мы можем зайти через подкрепенциальный венозный синус, можем попробовать там еремную вену и так далее. У нас есть разные пути введения. Вот. Что касаемо газовой анестезии, используется обычно газовый наркоз. В основном это два препарата. Эфир там и так далее. Сейчас ничего такого не используют. Скорее всего. Опять же, в крупных городах, в крупных клиниках этого нет. Обычно используют либо изофлюран, либо севофлюран. Есть разные исследования на разных животных. Я имею сейчас в виду рептилий. Вот. Он достаточно себя хорошо проявляет. Он не токсичен для животных относительно. И он достаточно легко вводит и выводит животное из наркоза. То есть это происходит относительно быстро. Тем не менее, надо понимать, что введение в наркоз собаки и кошки и введение в наркоз рептилий – это сильно большая разница как минимум по временным рамкам. Потому что введение в животное рептилий надо закладывать ну полчасика как минимум. Потому что пока вот там, пока масочно животное осидируется. Оно даст вам себя интубировать. Потом вам нужно подышать еще за него. И они посидели еще немножечко. И еще немножечко. Вот. И только потом вы уже там переворачиваете животное, готовите операционное поле и так далее. Вот. С кошками, собаками там все проще. Там дело пары вдохов. Масочно. И все. Интубирует животное. Дальше оно уже спокойно лежит. То есть это относительно быстро. С рептилиями так не прокатывает. В этом плане, если вы там обращаетесь к врачу, сразу понимаете, что это какое-то время. Вот. Я обычно, если какая-то это плановая операция, даже если срочно я говорю людям о том, что вот вы его сейчас оставляете, сразу закладываете, не знаю там, в зависимости от приемов, если допустим сейчас условно я сработаю, я сейчас сразу им займусь, по-первых. Там какое-то время идет на подготовку животного, об этом еще поговорим. Потом какое-то время это введение в наркоз, самооперация и выведение из наркоза. Это тоже не быстро. И только потом, когда животное в сознании, я вам позвоню, мы вам сообщим результаты. Либо с ним все хорошо, либо с ним все плохо. Вот. То есть поймите, что это время еще я люблю оставлять там на ближайший день хотя бы под надзором своим или там коллеги, которому я доверяю, животное, потому что после операционного периода желательно, чтобы животное находилось под наблюдением. Показания к анестезии, собственно, еще раз повторимся, это либо какие-то полостные операции, это не сердце человека, это опухоль в игуане. То есть игуана взрослая, достаточно крупная. Вот. И вот такое вот новое образование, из нее было выковырено. Вот. Это фотография с операцией еще в клинике доктора Сотникова. Никитин Денис Сергеевич оперировал. Вот. Такой вот непростой случай, мягко говоря, потому что опухоль достаточно большая, но после операции животное вернулось в сознание, все нормально, оно пережило операцию. Как оно себя чувствует, я не знаю. Я к чему? Я к тому, что показания к анестезии, как правило, это либо какие-то оперативные вмешательства, либо это какая-то диагностика. Диагностика может быть совершенно разного плана. От просто банального осмотра, то есть мы можем, условно, там, обратилась к нам какое-то опасное животное, ну там, ядовитая змея, да, мы должны ее нормально посмотреть. Мы должны даже в рот заглянуть. Вам страшно за свою жизнь, за жизнь там коллег, за жизнь владельца. Это нормально. Вот. И мы можем дать животному легкую седацию для того, чтобы банально его смотреть. Плюс мы можем использовать анестезию. Бывает просто, что одной седации может быть недостаточно. Допустим, если животному нужно сделать магнитно-резонансную томографию, там протокол будет занимать минут 40, да, минимум. И для того, чтобы животное неподвижно полежало в течение 40 минут. Это общая анестезия, безусловно. Они одно седативное средство вам не позволят так сделать. Вот. Собственно, перейдем к самому наркозу, к самой анестезии. У нее есть некоторые стадии, а ниже уровни анестезии. То есть это, грубо говоря, по ступенькам мы спускаемся. Индукция, это введение в анестезию, она совмещает в себя первую, вторую стадию. То есть, когда мы индуцируем животное в наркоз, оно переживает первую и вторую стадию. Первое – это произвольное возбуждение. Как правило, появляется задержка дыхания. То есть, мы животное вводим наркоз. Это ярче выражено именно, когда мы животному даем газовый наркоз. Оно начинает понимать, что ему что-то не нравится, и оно в сознании пытается этого избежать. Поэтому это произвольное возбуждение. Вторая стадия – это не произвольное возбуждение, оно уже, как бы, животное уже не совсем в сознании, но оно продолжает это делать, то есть его организм начинает бунтовать. Обычно это выражено ярко гипертонусом мышц, животное начинает скакать, как уж на сковородке, как говорится. Чаще всего это появляется так, но инъекционная анестезия, в принципе, похожим образом действует. Третья стадия, хирургическая, собственно, стадия хирургической анестезии, она делится на несколько подстадий, это легкая, на этом этапе у нас животное перестает двигаться, как правило. Хирургическая стадия, животное перестает дышать и расслабляются мышцы. Вот это важный момент, что надо понимать сразу, что животное в хирургической стадии наркоза, оно не дышит само. Но, если, допустим, у млекопитающего остановка дыхания это реанимация, то у рептилий остановка дыхания это, ну, наконец-то. Всё, можем что-то делать. Вот, понятно, что мы за животное-то дышим, это происходит с определенной частотой. Ладно, короткая ремак, если следование, в общем, в основном в среднем дышит один-два раза в минуту. Вот. Дальше мы спускаемся, у нас может быть глубокая анестезия, когда начинает пропадать реакция на раздражители. И ещё хуже это, если уже, там, клиническая передозировка анестетика, снижение давления и пульса крови. С этим сложно, мы ещё дойдём до мониторинга, мы не всегда это можем уследить в силу каких-то технических возможностей наших. Дальше. Четвёртая стадия – это предсмертное состояние. Дальше уже всё, смерть. Это, как бы, конец. Собственно, ещё параллельно с этим мы можем сравнивать наши рефлексы. То есть на каждой стадии есть определённый набор рефлексов, которые мы можем отследить, которые постепенно выключаются, и потом, когда животные выходят из наркоза, они постепенно включаются. Я не буду сейчас даваться в подробности, потому что зависимости от вида, зависимости от животных, это всё может быть по-разному. Например, допустим, роговичный рефлекс. То есть рефлекс роговицы, рефлекс зрачка или там вибральные рефлексы, рефлекс века. Но вот, допустим, мы можем его проверить у животных, у которых веки есть, а у змей-геконов мы его проверить не можем. У них век нет. Рефлекс репозиции. Достаточно показателем у ящериц-змей отсутствие его рефлекса. Этого рефлекса, рефлекс репозиции, то есть возвращение обратно. То есть мы, грубо говоря, вот у нас лежит змейка, и мы её переворачиваем. И она не возвращается назад. Значит, он выключен. Но с черепахом такое может не прокатить, к сожалению. Она может и так не очень хотеть перевернуться. Собственно, мониторинг анестезии, в чём он заключается? Здесь, ну, наверное, почти максимальные возможности, какие мы стараемся всегда использовать. Опять же, это зависит всё от наших технических возможностей. Потому что я, допустим, работаю в нескольких клиниках в трёх городах. И, допустим, в одной клинике у меня есть это, в другой у меня есть это, в третьей у меня есть это. И возможности разные. Вот. Это касается и препаратов, это касается и каких-то технических средств. Касаемо нервной системы, да. У нас, собственно, основа – это рефлексы, о чём я уже сказал. Это вариации между видами и анестетиками. Потому что в зависимости от анестетика тоже рефлексы могут по-разному проявлять себя. Дальше, дыхательная система. Мы смотрим за темпом, за ритмом, за глубиной, за уровнем СО2 для кислорогаза, за уровнем насыщения кислородом. Это называется сатурация в крови. Анализ газа в крови – дорогущее исследование. Далеко не всегда и не в каждой клинике это можно вообще сделать. Вот. Ну, как бы за рубежом это делают более рутинно. Мы это сделать можем не всегда. Что касаемо темпа, ритма, глубины. В чём подвох? Правильно, я говорил. Животное в хирургической стадии наркоза не дышит само. Так? Так. Мы можем его отслеживать только когда животное там сидировано легко. Либо наоборот. Мы смотрим по спонтанному дыханию, когда животное уже начинает возвращаться в сознание, когда оно выходит из наркоза. Когда его нет, мы дышим за животное. Касаемо сердечно-сосудистой системы мы смотрим за частотой сердечных сокращений, за ритмом. Это можно делать пальпацией, стетоскопом, доплеровским датчиком. Очень удобная штука. Вот. Также периферический пульс. Опять же, в зависимости от размера животного. Потому что у маленького животного, такого, как и у глифа, или там еще меньше, маленькая красноухая черепаха, ну, там я не знаю, как надо подлезть, чтобы нормально услышать или увидеть сердце. Там у маленькой красноухой черепахи есть еще и панцирь. И бывает, что можно послушать через него, потому что он относительно мягкий, но бывает, что и нельзя. Мы можем сделать ЭКГ, электрокардиографию, как у королевского бетона. Здесь можем померить артериальное давление. И важно, мы всегда следим за температурой тела в период подготовки к анестезии, в период операции, в период вывода из анестезии. Мы следим за тем, чтобы животное находилось, желательно, на верхней границе диапазона оптимальных температур. Для того, чтобы животное эффективно вводилось в наркоз, нужно, чтобы оно чувствовало себя нормально. Эти животные, когда они охлаждены, и у них замедляются, собственно, все метаболические процессы, в том числе, ввод и вывод из анестезии. То есть, мы себе уже утрудняем задачу, и животному можем навредить, потому что, либо оно долго входит в наркоз, что удлиняет срок наркоза, либо оно долго из него выходит, что увеличивает риски того, что, ну, а вдруг оно вообще не выйдет у нас на наркозы. Потому что, ну, не будем сегодня это особо затрагивать по поводу реанимационных действий рептилий, но если в двух словах, с этим очень сложно. Потому что, безусловно, мы делаем все по максимуму, по протоколам, но зачастую, когда это уже клинически появляется, мы не можем ничего сделать. А если мы это пытаемся предупредить, то это тоже может не показать никакого эффекта, к сожалению. Поэтому с реанимацией у рептилий все очень непросто, неоднозначно. Что касаемо подготовки к анестезии, об этом я уже сказал, обогрев обязательно. Смотрим за уровнем гидротации животного, как минимум мы можем оценить это субъективно, макроскопически просто, оценив состояние животное. Мы можем установить внутривенный катетер, опять же, по возможности и необходимости. То есть, допустим, у нас есть необходимость установить катетер животному, нужно переливание крови. Вот недавно был клинический случай, углефар с забором, фоллипу яичника, она была крайне анемична, у нее было кровоизлияние в яичник, он весь был напитан кровью, но в системном кровотоке этой крови было очень мало, она еще как-то жила. Да, мы все провели операцию, по-хорошему, это животному нужно было переливать кровь. Но здесь техническая сложность. Во-первых, под рукой не было углефара, который мог бы выступить донором. Во-вторых, у углефаров очень сложно с венозным доступом в силу и размера, и в силу анатомии. И в-третьих, в силу того, что животное анемичное даже попасть в самый крупный сосун, в брюшную вену, в открытом состоянии, ну, в смысле, с открытой бюджетной полостью, мы в теории это можем сделать. Но когда эта вена спавшаяся, очень сложно в нее действительно попасть. Но животное на данный момент живо-здорово, слава богу, с ним все хорошо. Но в этом букете только леточка, как бы, хвала и честь этому животному, что она пережила такую хирургию. Но, тем не менее, у достаточно крупных животных по возможности мы ставим катетеры внутривенные. Но надо сказать, что если у млекопитающих внутривенный катетер это такая процедура, которая предшествует. Это предтеча операции и наркозу. То в нашем случае с рептилиями наоборот. Мы сначала животное вводим наркоз, а потом уже ставим катетер, потому что у нас просто не получится это сделать вне наркоза. При медикации обычно заключается в даче седативного препарата, чтобы животное расслабилось. Вот на стадии седации мы можем даже животному легкого наркоза поставить катетер. Обычно в протокол входит какой-то наркотический энергетик, потому что только они работают достаточно эффективно, обычно, ну, что под рукой. И, как правило, какой-то антибиотик, опять же, по показаниям, нужно это или нет. Ну, и в целом стабилизация пациента, потому что мы еще поговорим об операциях немножко. Не всегда необходимо делать операцию сразу, то есть, условно, животное пришло, возможно, нам нужно сначала с этим животным что-то сделать, довести его до нормального состояния. Коллеги, которые работают с кошками и собаками, не дадут соврать, что животное с переломом это не сразу на стол. Надо сначала понять, вообще оно нормально или нет. Это перелом, это дело уже второе, если не десятое. Нужно оценить в целом состоянии животного, переживет ли оно наркоз. Нужно понять, действительно ли необходимо сейчас давать наркоз или лучше она потом посидится с ломанной лапой, но она выживет. Мы ее сейчас пропилируем, соберем лапу, но она вряд. Есть такая шкала состояния, ой, шкала состояния пациента, это система классификации физического состояния, создана американским обществом анестезиологов. Мы как бы стараемся к этому прислушиваться. И, собственно, у нас есть либо здоровый, нормальный пациент, пациент с легким системным заболеванием, пациент с тяжелым системным заболеванием, с тяжелым системным заболеванием, представляющим постоянную угрозу, и умирающий пациент, который прогнозом не выживет без операции. Вот в таком случае, да, безусловно, допустим, вот в случае с этим элбифаром, золотом, фолликула с самкой, это был пациент с тяжелым системным заболеванием, представляющим постоянную угрозу для жизни. То есть, да, мы понимаем, что животное анемично, да, ему по-хорошему нужно переливание крови, и, может быть, наверное, лучше это создать, но мы причину не устраним, и с каждой минутой, с каждым часом у животного все меньше и меньше шансов. Потому что буквально за пару месяцев до этого обратились люди с абсолютно точной такой же проблемой, но проблема была еще в том, что они принесли уже хладное тело, они не успели, они утром ушли на работу, а в обед пришли и уже как бы капут. Принесли животное на вскрытие, на вскрытие абсолютно такая же картина. Но есть у нас и неотложные состояния, допустим, геметиконикс с расхождением швов после операции, такое, к сожалению, бывает. еще поговорим об осложнениях. Либо, допустим, вот черепаха с пролопсом прямой кишки, то есть когда у нас выпал орган. Но тут тоже, знаете, не все так прозрачно, потому что пролопс это не сама проблема, это симптом какой-то проблемы. То есть есть какая-то проблема, которую этот пролопс вызвало. И без решения данной проблемы в целоме уже непосредственно внутри животного мы с вот этой проблемой можем разобраться, но она возникнет снова. После операционный период мы наблюдаем, я повторюсь, я обычно составляю животное после операции как минимум на несколько часов, в идеале хотя бы на день, на другой день забирать. Смотрим за животным в данном случае. Ну вот, это на самом деле два разных пациента. Слева его при фару, после удаления фолликула с правого его при фару, после удаления, по-моему, кладки яиц, которую она не могла снести, но она была тоже в очень тяжелом состоянии на самом деле. мы смотрим за животным, как оно, во-первых, выходит из наркоза, первый, самый короткий после операционного периода, вот оно вернулось, вернулось под данное дыхание, тем не менее, есть такое слово апноэ, то есть прекращение дыхания. Животное может вернуться к апноэ, даже когда оно уже снова начало дышать после операции. Вот наша задача за этим проконтролировать хотя бы ближайшие часы, промониторить животное. Вот, опять же, могут быть еще какие-то осложнения, мы за этим посадим. Ну и само собой, животное у нас сидит на грелочке, оно греется, ну и здесь вот такая понтовая фоточка, тут измеряется уровень там, СО2, и температура, и уровень кислорода, и так далее. Собственно, про виды операции немножко, есть разные классификации у людей, вы можете все это почитать, но для простоты понимания я предлагаю просто разделить на какие-то условно малоинвазивные и сильноинвазивные операции, то есть по большому счету, вот, допустим, слева черепаха после установки эзофагостомы, то есть трубочка, которая через пищевод входит, попадает в желудок для того, чтобы принудительно давать какие-то препараты внутрь или кормить. Или вот черепашка с пластиной, с переломом левой ветви нижней челюсти, и, пожалуйста, приделали пластину, то есть, в принципе, мы не заходили в полость, хотя процедура тоже такая болезненная. Вот, а здесь, допустим, слева хамелеон с удалением кладки яиц, вот, частично это полостная операция, так называемая, когда мы заступаем непосредственно в полость животного, заступаемся, вот, но, опять же, нет уделения на, там, грудную брюшную полость у рептилий, у них нет диафрагмы, как у млекопитающих, поэтому у них в целом все операции внутрь это полостные, а не, там, таракальная хирургия, абдоминальная хирургия. И вот здесь черепашка уже глубоко после операции, после пластрональной целеотомии, то есть мы удалили, там, участок панциря, это все уже на данной фотографии заросло соединительной тканью, вот, и, как бы, животное чувствует себя нормально, в порядке, просто пришло посмотреться, это фибрино, да никакой не гной, так что в целом все с животным нормально, оно пережило. Вот, новый панцирь уже не вырастет, но свидетельная ткань нарастает такая плотная, что ее, ну, даже пальцем не прогнуть. Ну, давай. Что касаемо, собственно, уже, наверное, движемся к концу, касаемо анестезиологических рисков, в первую очередь, они складываются из оценки общего состояния больных, оценки объема и характера операции и оценки характера анестезии, это все складывается, мы это все взвешиваем. Что касаемо ссылок на исследование, вот, относительно свежая статья, в 20-м году опубликована, здесь случаи, блин, как-то криво, обрезано, в общем, там 139 случаев за почти 20 лет, за 22 года, за 2000, но по 22-й. Вот, и там 139 случаев, ну, и видите, 127 животных выздоровели, 8 были подвергнуты эвтаназии из-за плохого прогноза, и, по-моему, 4 там цифра должна быть, не смогли выздороветь. Можете найти эту статью, вот, она, в принципе, есть на Паб-Медиа, это все в открытом доступе. Также вот есть статья про наиболее распространенные осложнения у, по-моему, у ящериц, у разных видов, вот. Самое частое это было апноэ, но из него, опять же, можно вывести животное, некритическое состояние, такое. и, собственно, опять же, достаточно большое исследование относительно по меркам рептилий, потому что у нас не всегда бывает возможность сделать какое-то исследование там на десятки, там, сотни животных, бывает, что исследование, там, 6 ящериц и такие, ну, уже, уже неплохо, уже хорошо. Собственно, какие операционные осложнения у нас могут быть? Самые, наверное, популярные, давайте. Первое, с которого я начну, то, чего нет на фотографии, самое, наверное, опасное, это кровотечение. Кровотечение может произойти во время операции, кровотечение может произойти после операции, то есть, условно, мы уже закрыли животное, зашили его, все нормально, и потом, бац, если это маленькая речерка, мы это можем увидеть, если большая, мы можем не увидеть, животное резко стало плохо, она, в итоге животное у нас умирает, мы его вскрываем, смотрим, у него там, не знаю, кровоизлияние в брюшную, в целомическую полость или в какой-то орган. Это опасное состояние, мы, к сожалению, не всегда можем на это повлиять, но вот задача хирурга на операции максимально сделать все, чтобы не допустить кровоизлияния хотя бы во время операции. Для этого используются разные способы, там, накладывание лигатур, электрокоагуляция и так далее. Вот, но, к сожалению, всякое бывает, и даже опытнейших хирургов, к сожалению, бывает, что не заметили крупный сосуд и вот всякое бывает. В общем, будьте готовы к тому, что это в любом случае риск. Потом, достаточно часто это отхождение швов. В силу того, что это рептилии, бывает такое, что вот особенное углефар, я не знаю, что за волна такая пошла, вчера с коллегами обсуждал, что не углефар, то в какой-то момент начинается расхождение швов. Причем вот буквально последние месяцы это все. Я не знаю, с чем это связано. Вот, ничего не меняется, но вот проходит линька, и животное вместе с линькой может просто такой шов до свидания. В итоге рана открывается, и хорошо, если же на мышцах они состоятельны. Если нет, ну, тогда нужно все это по-новому переделать, как была фотография с геметикониксом. Там были несостоятельные швы и на коже, и на мышцах, поэтому там выпали уже внутренние органы. То есть, ну, просто животное с открытым брюхом, от которого торчат органы. Также может быть воспалительная реакция, как вот здесь, такой махровый желточный целомит. Вот видите, вот эта вот пленочка. Это фибрин. Вот, это воспалительный ответ, достаточно серьезный у самки хамелеона. Она вроде пережила это все, но это крайне тяжелое состояние, но может быть вызвано, допустим, не кровоизлиянием, а разрывом фолликула, когда, допустим, фолликульная жидкость, желток, фолликула, он попадает в термическую полость, это очень серьезный антиген, резко вызывает воспалительную реакцию. Какие выводы? Давайте основные сделаем. Первое. Не стоит никогда забывать об анестезиологических рисках. Каждый раз перед операцией обсуждаем с владельцем, что в любом случае животное может быть в абсолютно нормальном состоянии, у него все нормально, это рядовая операция, но даже коты на кастрации могут умереть. Даже с самыми нормальными анестетиками, с самым крутым анестезиологом, с самым крутым хирургом, потому что это медицина, медицина, наука не точная. Даже действующим протоколом у нас всегда есть риск. Это надо отдавать себе отчет. Поэтому не всегда виноват в смерти, в гибели животного врач. Но, опять же, все надо смотреть по ситуации. Второе. Полноценная хирургия, полноценная, невозможна без анестезии. Поэтому, когда идет вопрос об анестезии, понятно, что страшно. Но надо понимать, что иногда бывает, что без этого просто не обойтись. А любая полноценная хирургия, она подразумевает собой анестезию. Опять же, как и в работе, допустим, с антибиотиками, я предпочитаю, если можно сначала использовать его местно, мы сначала используем местно, потом уже мы переходим к следующему этапу, если у нас не получается, это малой кровью, так скажем, вылечить. То же самое и здесь. Если мы можем сделать какую-то процедуру под седацией, да, будет нам не совсем удобно, да, там животное лапкой подергает, но это такая рядовая процедура. Мы не будем там для забора кожного материала фигачить животному полноценную анестезию. Зачем? И третий момент, как ни странно, самая лучшая операция это та, которая не состоялась. Вот недавно была хамелеониха, которая не могла никак сходить, у нее весь кишечник был забит, сами понимаете, чем. И по идее, такой пациент кандидат на энтеротомию, на удаление всего этого инородного материала. Но, слава богу, наши теоретические методы помогли, она сходила в туалет, и мы никогда так не радуемся этому, как когда это делают наши пациенты. Собственно, вот список литературы, который в основном использовался, библия любого кирпетолога, мейдер, третье издание в открытом доступе в интернете, если кому-то надо, у меня, по-моему, с собой на флешке есть. Анестезия экзотических животных есть, ну и вот там ссылочки на статьи, которые, собственно, использовались. Собственно, мои контакты, группа ВКонтакте, там всякие вот клинические случаи выкладываю и так далее. А так, спасибо за внимание, я не уверен, что у меня есть время, я думаю, что если есть какие-то вопросы, можете позадавать, мы пока будем готовиться. В общем, спасибо, что пришли, надеюсь, что было полезно. На данный момент я работаю в четырех клиниках. Это Зоовет, это Биовет на Тульской, там просто много филиалов. Это клиника Доктор Ай-Иой в Твери и в ветеринарный центр Друзья во Владимире, потому что в Твери во Владимире тоже очень туго со врачами, и я, пока у меня есть силы, я мотаюсь туда и туда регулярно. Не часто, но регулярно. Все сфотографировали? Все сфотографировали? Кого интересовало? Или может, какой-то слайд вернуть? Литературу возвращаем. Я вот, Левоксанка? По ситуации. Давайте так скажу. Доза, слушайте, я обычно эти цифры, да, понимаете, тут нельзя сейчас однозначно ответить, потому что это все табличные данные, все в голове не уместить. Вот, ну и просто все в голове